Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород и мы продолжаем нашу серию видео о тех цветах, которые необходимо, просто обязательно нужно посадить на своей клумбе, в своем саду и мы будем просто удивлены их цветением. Сегодня мы поговорим с вами об астрах. Вот здесь представлены все астры, которые мы выращивали на протяжении 3-4 лет последних. Из этой серии особенно могу порекомендовать вам астру Аполлония Красная. На упаковке написано, что европейское качество, ну действительно просто очень такая красивая астра, правда у нее не очень такой устойчивый куст все-таки. Почему-то у нас он был не очень устойчивый, то есть цветы требуют подвязки все-таки. Но особенность ее выделим, это просто обалденный вид ее. Когда вы выходите в такое вечернее время суток, вот эти цветы, они просто выделяются на общем фоне. Просто очень шикарно смотрится. Она у нас высотой где-то 60-65 сантиметров, а диаметр у нее где-то, наверное, около 10 сантиметров. То есть такая замечательная достаточно-таки астра. Очень порекомендую, если говорить о всходах, то у нее были просто шикарные всходы, практически все семена взошли. Схожесть была, ну, очень хорошая. Также порекомендую вам астру Миледи темно-синяя. Эта астра, она у нас низкорослая, то есть она где-то до 25 сантиметров в высоту. И будет просто шикарно смотреться, если у вас какой-то газон. И вот эта астра, она будет таким вот ярким пятном у вас выделяться на вашем участке. Невысокие кустики, соответственно, и достаточно большой такой объемный цветок. Поэтому очень шикарно смотрится. Также порекомендую вам и астру из серии Леди Коралл. Можете выбрать какой-то определенной расцветки, можете выбрать смесь. То есть у вас будет присутствовать просто огромная палитра красок на вашем саду. Обязательно именно Леди Коралл, это, наверное, такой беспроекшный вариант. Посадив ее, ну и купив, конечно, качественные семена, вы будете просто в восторге. У нее достаточно такой большой цветок и прекрасное, шикарное, долгое цветение. Если говорить о посадке астры, то мы должны с вами где-то в марте-апреле посадить ее на рассаду на подоконнике. Соответственно, посадив ее вот в марте-апреле, мы где-то в конце апреля, либо в начале мая, но, скорее всего, в конце апреля все-таки высаживаем ее в теплицу. В какой-то контейнер. Можно использовать даже вот из-под фруктов контейнеры. Шикарно подходят они. Где-то застелив дно именно каким-то салофаном или пленкой, заполняем его грунтом и высаживаем нашу рассаду астр в теплицу. Высаживая именно в конце апреля, уже как бы нет таких низких температур. То есть рассада будет ваша хорошо развиваться. И к концу мая мы уже получим просто-таки очень добротные кустики. Вот именно высаживанием рассады мы с вами добиваемся более раннего цветения. То есть цветение наше наступит где-то в начале августа, ну и продлится до сентября месяца. Если же мы будем более поздние посадки совершать с вами, то цветение наступит уже к сентябрю ближе. Именно к школьным мукетам. Наверное, где-то так. А теперь мы с вами поговорим о новинках именно этого сезона. Ну, конечно, основную ставку также делаем на Леди Коралл. Эта серия просто беспроигрышный, как я уже говорил, вариант. Высота у нее где-то 60-70 сантиметров, а диаметр цветка где-то около 12 сантиметров. Если говорить про посадку. Соответственно, высаживаем их на подоконнике данной семена. Заделываем сверху грунтом где-то на 1-2 миллиметра. И сверху накрываем пленкой. Проращиваем астру где-то при температуре 18-21 градус. Всходы у нас будут появляться где-то в течение 1-2 недель. Достаточно такой вот долгий срок. Поэтому очень хорошая астра именно Леди Коралл. Также порекомендую вам ту астру, которую в этом сезоне в первый раз будем садить. Но все-таки порекомендую. Именно астру Джуэвел Амитист. Просто шикарно она тоже выглядит на упаковке. Высота у нее где-то 65-75 сантиметров. А цветок около 14 сантиметров в диаметре. Эта астра у нас игольчато-когатковая. Формирует она где-то до 10 соцветий на своем кустике. И высаживаем ее на рассаду где-то в том промежутке между апрелем и мартом. Март-апрель это самый идеальный вариант. Также я расскажу вам про большую хризантему синюю. 8 сантиметров она у нас высотой. И в чем главное преимущество данной астры в том, что она формирует около 20 цветоносов хризантемовидных. Устойчивая у нее очень куст. И также она очень хорошо сохраняет свои качества в срезке. То есть долго стоит у нас в срезке. Около двух недель. Поэтому очень тоже хорошая астра. Именно по описанию. В этом году впервые ее будем высаживать. В этом сезоне также купили вот такую смесь Аполлония, Лед и Пламя. То есть здесь у нас и белая астра и красная астра. Ну красную мы высаживали, поэтому могу порекомендовать. Но также и белая здесь есть вкраплениями. В принципе, когда мы высаживали красную астру, в ней и попадались несколько экземпляров белой. Поэтому, наверное, вот такая она немножко пересортится, как бы была. Но очень красивая астра, поэтому могу порекомендовать ее. Где-то она у нас 70 сантиметров в высоту. И цветок у нее 10-12 сантиметров в диаметре. А цветет также в области сентября. Можно как ее на клумбах высаживать, так и в бордюрах. Прекрасно в срезке. То есть, ну в принципе, все астры, они очень хорошо сохраняют свои качества именно в срезке. Поэтому могу их порекомендовать. Обязательно посадите хотя бы вот несколько экземпляров, хотя бы несколько кустиков. Обязательно иметь астры. Ну это обязательно. Но никак без этого нельзя. Также поговорим с вами и про именно проращивание астры. Некоторые сорта астры можно проращивать вот таким методом, как я вам сейчас расскажу. Берете два ваттных диска. Между этими двумя ваттными дисками мы помещаем семена астр. Соответственно, хорошенько смачиваем их, отжимаем лишнюю воду и ложим в какой-то стаканчик, например, из-под йогурта. Такой достаточно высокий глубокий стаканчик. А сверху накрываем пленкой и делаем в этой пленке дырочки перфорацию, так называемую. И помещаем в какое-то теплое место. Аполлония красная дает просто шикарное прорастание. Данные семена потом садим в грунт на подоконнике и они у нас очень быстро всходят. Можем посадить именно просто прямым посевом без какого-либо намачивания, без прорастания. И в принципе некоторые сорта астр, они просто дают шикарное прорастание именно таким способом. И более конкретно именно о посадке астр мы с вами поговорим немножко попозже. Сейчас главное вам определиться, какие астры вы выберете. Либо это будут высокорослые астры, либо же это будут низкорослые. То есть, либо вы выберете и те, и другие. И обязательно все-таки приобретайте астры от нескольких производителей. Потому что некоторые производители, ну не очень хорошо у них всходят семена. А бывает у некоторых сортов астр, у одного производителя они хорошо всходят, другого совершенно не всходят. Поэтому здесь уже вот на что мы наткнемся с вами. Поэтому выбираем семена немножко, конечно, посвежее. В первый и второй год астры наиболее качественно всходят. Именно после именно сбора. Поэтому более свежие семена выбираем. Ну а так в принципе мы вот в этом сезоне сделали ставку вот на такие два как бы оттенка астр. Ну а всем тем, кому понравилось данное видео, заходите на наш канал почаще, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока. Желаем вам просто очень шикарных, шикарных цветений, шикарных всходов. И всего самого-самого наилучшего.